Септопластика это тот выбор, который делает каждый человек, которому тяжело дышится. Если ты храпишь, тебе сложно дышать носом и он постоянно заложен, это видео для тебя. Процесс обычно несложный и очень неприятный по последствиям. Вначале все хорошо, вы плохо дышите, в носу скапливается кал, при перевороте на другой фрекинг-бок начинает закладывать нос, но вы хотя бы дышите. И как только наслаждаться жизнью уже заебало, можете обратиться к Отто Ларин Гулагу и получить порцию направлений для полного иссушения вашего организма. У вас заберут кровь из вены, из пальца выделение из горла, говно из жопы, мочу оттуда же, просканируют ваше холодное измученное сердце, зубы, нос легкие и как только вы все сдадите, приходите к терапевту и он говорит либо какой вы лох, либо дает бумажку о том, что вы годен и начинается выход на финишную прямую. Можно начинать сушить сухари, собирать манатки, потому что чалиться вам в русской бесплатной больнице придется примерно неделю, а по рассказам некоторых микроособей с волосатыми ногами эти места просто ужасны и отвратительны, не то что вшире. После сборов отправляйтесь на фронт с самого утра в назначенную дату воевать за койку. Из документов с собой паспорт, полис и снилс, без этой хуйни я бы даже в магазин не ходил, если бы Штирлиц был агентом в наше время, его бы спалили по наличию снилса. Далее вас посылают в приемную, где вы становитесь приемным, игнорируя все видения собственной смерти в страшных муках, преодолеть этот больничный путь все же необходимо, насилуя свои чакры восприятия запахом спирта, марли бабушек и аспирина. По прибытию в зону отчуждения вас спрашивают о вашем трудном детстве на предмет наличия обмороков, травм или просмотра аниме, если да, то какого? Возможно вам сломают нос еще до операции или провести ее придется с помощью флюгига Хаймана. Кстати об извращениях, все кольца, цепи и прочие железяки из своего организма необходимо вынуть, потому что тело это храм, а Кузьма храм. Расскажут, что питаться вы сможете три раза в день, еда у меня была неплохая, местами даже хорошая, плюс передачки от родни разбавляли мое пребывание в этом месте. После прохождения опросов поступайте в палату, занимайте свободную шконку или место под ней, можно при желании познакомиться с местными NPC, но разговаривать с ними вы все равно не сможете, потому что начинается самое страшное. Как только вы обустроились на своем курорте, постепенно будут подходить разные врачи и медсестры, чтобы узнать о вашем состоянии и проинструктировать на предмет приема пищи, длительности сна, поведения и прочих вещей, игнорируя которые на операции можно сдохнуть. Например, если вы перед сном или с утра решили похавать, во время операции содержимое желудка может оказаться в легких, и легкость бытия закончится. В некоторых случаях можно умереть за булочку ржаную, но это не один из них. На следующий день все хорошее заканчивается с приездом каталки, на которой вас увозят на долгожданную операцию. Положив свое тело на операционный стол, вы в полной мере проникаетесь в философии детерминизма, пока вас везут на операцию, где вы встретите свою судьбу. Если с самочувствием все в порядке и вы приехали натощак, значит риск обосраться как у вас, так и у врача снижен до минимальных значений, и бояться нечего, несколько вдохов, катетра в руку и спать. Далее, в зависимости от результата операции, вас разбудит либо докмитчо, либо ваша любимая девушка, если все-таки удалось реализовать план вечного Цукиоми. Если же вам не повезло, то вы очнетесь в своей палате, и еще долгое время будете расплачиваться за эти полчасика операции. На следующую неделю можете забыть про дыхание вашим носом-хуесосом, потому что он доверху напичкан инородными телами. Это как минимум инвазивные силиконовые шины и тампонат, размером втрое превышающим габариты вашего носа, отчего первые дни ваш нос, челюсть, слезные железы, зубы, и вообще весь ебальник будет охуевать от сложившихся обстоятельств, постоянно напоминаю об этом с помощью слез, зуда, давления, температуры, боли в челюсти, зубах, сжатых дёстах и вообще всего чего угодно, все, что есть на вашем лице, оно будет болеть. Про комфорт можете забыть, повседневные вещи, такие как общение, питьё, еда, сон, умывание и прогулки становятся проблематичны, например, при попытке попить, а конкретнее каждый глоток сопровождается отдачей в нос, уши и носоглотку. Про нормальный сон тоже можете забыть, спать можно только на спине, и с огромной вероятностью за ночь вы проснётесь несколько раз из-за того, что рот превратился во влагалище без влаги, 90-летней бабки, которая очень хочет воды, ибо вся слизистая поверить не может таким резким перевоплощением в самую отдалённую часть пустыни Сахара. Да и боже, у вас ещё будут нормальные соседи без тварей, храпящих симфоний, всех существующих противных звуков. Вот что было у меня. Боже, как я ненавидел эту тушу. Впервые я узнал, на что способен человеческий организм, и начал завидовать Бетховену. Не этому, а другому. В первые дни вы уже пожалеете о том, что согласились на эту операцию. Самое сложное будет, пока вам не вынут тампоны из носа, а вынимаются они по ощущениям сродни отрыванию ебалок реком Скорпиона, которым он всегда делает ярчайшие фаталити, ставшие фишкой игры Mortal Kombat. Эээ, простите. Из Mortal Kombat. Почувствовав себя любопытной Варварой, нос начинает кровоточить, повышая шансы умереть. По рассказам одного из соседей по палате, человек, пока у него текла кровь, извозюкал всю кровать, и от потери крови потерял ещё и сознание. Если бы этого не было замечено, отправился бы бедолага в Вальгалу на встречу с Великим Одином, даже не различая запахи медовухи викингов. Так и не успев починить нос, потому что тут, как при месячных тампоны, это только начало. Дальше с окровавленным ликом вы ложитесь на бочок, хотя в представлении некоторых микрочеликов больницы Мордора должны подвесить вас за ноги, головой вниз для полного обескровливания. Хрю-хрю. После того, как кровотечение прекратилось, можно сфоткаться для рассказов о том, откуда у вас эти шрамы, потом всё-таки умыться и приготовить огромную тонну мягких тканей, и я не про жопные лоскуты. Нужно это, чтобы потирать нос от постоянно капающей крови, но ни в коем случае нельзя лезть внутрь, потому что одно неверное движение, и вы можете повредить швы, корки, и ещё много-много всего нехорошего может произойти, что вызовет новое кровотечение, и вообще нос может отвалиться, нивелируя эту ёбаную операцию. Кстати, совсем забыл, ежедневно утром и вечером вам буду ставить уколы антибиотиков в жопу, и вместо описания ощущений я лучше покажу вам реакцию на них от соседа по палате. Сейчас уколчик будет. По желанию можно колоть себе ещё и обезболивающее, но даже это больно, потому что медицина всегда так работает, чтобы избавить тебя от боли, они усиливают её троекратно. После тампонов боль в лице начинает наконец-то уходить, и назначают новую процедуру промывания, но и тут есть свои нюансы. Если у вас забит нос или неправильно расположена голова, то физраствор может попасть в уши, спровоцировав новую болезнь, например, евстахиит, вызвав отёк в ухе. Попросите скорректировать положение вашей башки, и если вода всё равно попала в ухо, обращайтесь к вашему врачу, сразу же прекратив промывание. Если же вода идёт правильно из одной ноздри в другую, то просто наслаждайтесь. Лично мне с этим не повезло. В таком темпе пройдёт вся ваша госпитализация. Всё идёт к завершению, и осталось только вынуть шины из носа. В отличие от тампонады, это хотя бы терпимо. После того, как вынули шины, вы с большой вероятностью, наконец, задышите. Но не спешите радоваться, потому что в носу ещё дохуя корок и кровавых соплей, которые не дадут вам нормально дышать, и удалять их самому нельзя. Есть риск испортить всё, через что вы прошли. Удалять всё это дело будет лор в раз в несколько дней. Будет задача только ухаживать за носом, и ничего не трогать внутри, дав ему спокойно восстановиться. Я всё ещё нахожусь в процессе восстановления. Прошло где-то две недели, нос периодически забивается, но дышится даже сейчас намного лучше, чем было. Если вам нечего делать, нет никаких планов на ближайший месяц, то можете сходить на обследование к лору и узнать, нужна ли вам эта операция. А как минимум узнать это я всё же рекомендую, потому что мало ли что у вас там. Потому что, как известно, если забить, всё будет только хуже, страшнее и больнее. Субтитры создавал DimaTorzok